ребята всем привет напишите как слышно как видно начинаем прямой эфир сегодня давайте немножко расскажу вначале когда что будет значит сегодня я пригласил провести со мной совместный эфир моего коуча по личностному росту и по финансам с которой я работал уже два с половиной года елена коровина это просто какой-то нереальный человек в плане жизненного опыта в плане глубинности до понимания проблем клиентов и это наверное как бы лучшее мое решение по части выбора коуча да то есть за вот это время я еще ни разу не пожалел что работаю с леной мой доход в работе с не увеличился наверное короче там со 150 условно там до 800 тысяч рублей в месяц вот считайте сами во сколько раз и сегодня я пригласил вену пообщаться на тему финансов на тему личностного роста на тему лайф менеджмента и сразу у нас есть уже списка вопросов которые на которых мы хотели бы сегодня сегодня ответить но вы можете задавать свои вопросы в том числе так вижу ли она присоединилась в общем вы можете задавать свои вопросы прямо здесь прямом эфире и нам будет приятно на них поотвечать лена привет я уже всем привет очень сказал радость всех видеть и слышать сегодня здорово спасибо большое дима за приглашение за эту возможность пообщаться и быть полезным для окружающих нас с тобой людей и делать в будущем даст прекрасные плоды спасибо за представление было очень ценно и здорово это это классно что для тебя это ценно и результативно расскажи про себя чуть подробнее да всем привет мне зовут елена коровина мы с димой работаем уже больше двух лет и я хочу сказать что тут наверняка вот сегодня много дизайнеров если практически не все я очень мне очень близка тема работает с веб-дизайнерами с дизайнерами потому что мне понятно ваши проблемы ваши мысли ваши какие-то потребности желания и сложности мы сегодня немножко поговорим подвечаем на ваши вопросы и о том как life management вообще что это такое с чем это едят и зачем он нужен и зачем нужен финансовый рост то есть как это связано и как это как это вообще может быть принято для вас самих я занимаюсь бизнес-консультированием я работаю с трансформацией судьбы трансформация личности и для меня один из критериев нашей работы с любым из клиентов это ваш финансовый рост поэтому я финансовый коуч человек кто занимается с точки зрения психологии изменениям трансформации жизни во всех ее аспектах дима это такой человек которым и его курсы это настолько систематизированная настолько уникальная работа вот недавно дима выступал в москве на конференции пир и он говорил о том что у него в среднем доходимость курса без 63 самая низкая процента 96 по моему самая высокая средняя порядка 80 по миру нормальная доходимость курса 35 процентов а у дима это 80 я восхищаюсь тем как он умеет делать для вас результат того чтобы вам было интересно и вы это проходили поэтому ребята рекомендую вам проходить диминные курсы диминные материалы они настолько захватывают интересные продуктивные что это то что изменит вашу жизнь и да как еще хочу немножко похвалить диму и точнее результат его работы в прошлом году у нас команда искала мне тоже онлайн школа несколько бизнесов производства одежды в италии то есть я так немножко соприкасаюсь с финансовой финансовыми сферами и мы с димой значит у нас команда искала дизайнера в команду и кто-то из ребят увидел что у меня в клиентах дима чернов есть вот я написал одному из еще не выпускников диминных курсов и еще не выпускник диминных курсов уже учащийся вторую переваливший вторую часть у меня записи ближайшие три месяца я просто вас не могу взять потому что у меня очередь клиентов стоит и настолько востребованные специалисты после диминных курсов поэтому хотите зарабатывать проходите диминных курсами курсы чтобы быть самыми такими востребованными востребованными специалистами это рекомендации за глаза димы потому что это не было никак с ним связано но это пожалуй лучшая характеристика продуктов которые он делает со всей душой да как раз у нас сегодня с вами встреча со всей душой мы сегодня заливаем себе чашечку чая с вами и болтаем о том что для вас важно ценно и что в вашей душе больше всего звучит и все то что в вашей душе больше всего вас волнует поэтому сегодня будем вообще на вопрос огонь лена спасибо давайте я расскажу когда форм в формате пройдет эфир значит эфир пройдет формате ответов на вопросы вопросы уже у нас есть потому что мы их собирали спасибо вам большое за то что вы написали значит дальше вопросы будем отвечать например может быть совместно или там лена будет отвечать на финансовый вопрос точно я буду рассказывать как у меня это личного опыта ну вообще говорят будем просто делиться своим опытом как то у нас как то у нас работает вот дальше зачем проводим этот эфир как лена уже говорила на меня важно очень чтобы народ доходил до конца курса до конца истории или там получал результат в полном составе не знаю почему-то меня не отпускает я не могу принять то что кто-то из ко мне приходит у него не получается получать результат да у меня конечно не все там сразу получают результат с окончания обучения но по крайней мере там 90 процентов народа доходит до конца и 50 процентов народу создает работы на лично ну то есть те которые в среднем лучше чем по рынку это я про дизайн говорю и когда я тоже что-то делаю да например когда ко мне человек приходит с каким-то запросом мне очень важно чтобы он это применил чтобы он получил личный свой опыт чтобы он получил результат вот сегодня эфир посвящен как раз этому в общем лен я тогда буду зачитывать вопросы я их примерно расположу в порядке усложнения и давай я предлагаю начать с вопроса про дисциплину вопрос такой земли нужна дисциплина и если такие кому это не подходит я давайте я отвечу немножко сегодня думала на эту тему что наверняка будем разговаривать про структуру дня размышляла и я хочу вам сказать что у каждого своя структура дня и можно от себя требовать вставать там 6 утра но поймите если читать книги великих людей которые из наших современников которые продолжают писать картины или писали их продолжают создавать великие произведения писать книги это люди которые говорят о том что каждое утро встают там с 4 допустим до 8 утра они каждое утро до 12 дня сидят и пишут и пишут до тех пор пока не напишут например 20 страниц или там сколько какое-то количество но здесь есть другой аспект я считаю что первое правило дисциплины я тоже творческий человек я живу по вдохновению я женщина мне необходимо чтобы мне хотелось это делать и необходимо чтобы не было на это энергия и я могу вам точно сказать что я у меня очень жесткая дисциплина потому чтобы мне было вдохновение то есть тому чтобы у меня был ресурс и если я знаю что мне например завтра нужно что-то там создать нарисовать записать вдохновляющую медитацию сделать какую-то дозу творчества я никогда не буду сидеть ночью например смотреть телевизор поздно ложится не пойду даже на тусовку если я знаю что мне этот планах мне это важно откажусь там от плотного ужина для того чтобы вот я считаю что самая большая самодисциплина должна быть потому что вы были счастливы и вот ваш график дня жизни он может быть таким чтобы вы чувствовали этот ресурс а вот это вот у меня сегодня есть вдохновение заниматься дизайном а завтра нет но вдохновение зависит только от вашей самодисциплины получается ну здесь нужно пояснить что значит чувствовать себя счастливым и как это вообще да потому что не все скорее всего знают да ну я думаю у всех опыт был вопрос в том как это системно создавать да то есть ощущение счастья это ощущение такого подъема вдохновения когда хочется что-то делать да вот когда ручки прям чешется чем-то хочется заняться посмотрите например в состоянии когда вы не выспались или в состоянии когда очень много работали да там не знаю там недели две месяц вам скорее всего и у вас скорее всего интерес к тем вещам которые вам нравились раньше он поутих немножко да и уже хочется немножко других вещей типа поспать отдохнуть там полежать в ванной потупить там поиграть короче ну только не работой заниматься и здесь как раз что значит быть счастливым это значит поддерживать свой собственный ресурс на высоком уровне ну в смысле быть в ресурсном состоянии быть отдохнувшим быть наполненным это ключевое и поэтому я тоже на своих курсах отдельно говорю что ребята для начала вам нужно научиться отдыхать вот и мне это лично тоже очень сильно помогает да например вот ну как я работаю да я тоже работаю по вдохновению но чтобы это было мне нужно быть отдохнувшим например я недавно переписал полностью одну из секций моего интенсива сделал это охрененно круто и но я в этот вложил определенный ресурс и например я сегодня думал ну короче поработать займусь второй секции да но внутренне я чувствую что ну нет надо сегодня просто по провести время в отдыхе я сегодня погулял я сегодня походил по лесу набрал грибов кстати тут наверняка очень классно вот я сегодня просто лежал там спал смотрел всякие ролики на ютюбе которые мне нравятся про путешествия вот и я уже чувствую что завтра я буду еще поздоровее себя чувствовать и завтра у меня еще массаж вот в общем чем и чему я научился у лены это точно так же восполнять свои свои ресурсные состояния для меня раньше было странно типа сходить на массаж по раз в неделю так как или отдыхать ну как можно же работать но нифига хорошая работа она начинается хорошего отдыха вот и как раз это вопрос про дисциплину в отдыхе парадоксальная штука но именно так работает да окей тут еще вопрос ага связано с этим горит мы оба учимся с димой андрея парабилом мы постоянно развиваем наши профессиональные качества андрея парабилом и есть такая техника фри фокус и рутин да то есть три блока у каждого блок свой состоит из своего времени как и предлагает андрей парабилом три часа например это может быть фокусные задачи перерыв три часа фокусные задачи это например веселье и например занимайтесь дизайном это задача на которой вам нужно настроиться сосредоточиться собраться и занимайтесь вы можете целый день заниматься фокусными задачами а фри это время отдыха суббота воскресенье может быть у вас полностью фри может быть рутин да то есть рутина рутинные задачи рутинные задачи ответить заказчику провести встречу провести переговоры по что это еще может быть какие-то сделавнести правки данными которые не требуют какого-то четкого фокуса и вот это как у меня у меня например понедельник это строгий фокус я в понедельник занимаюсь стратегическими задачами мне все совещания все планерки все стратегические решения мне нужно сесть и сосредоточиться они на понедельник во-первых у меня чистая голова во вторых у меня есть под это ресурс я могу сидеть спокойно у меня нет звонков от клиентов у меня для клиентов это выходной день я не отвечаю да если команда знает что мы сидим занимаемся стратегией все получают задачи на неделю пошли собственно это делать вторник четверг и пятница у меня тоже у меня рутины больше преобладает у меня консультация то есть какая-то дата космена деятельности ответы на вопросы переписка ну например половина среды половина пятницы у меня как это свободное время это время наполнения это может быть массаж это может быть спа это может быть релакс это может быть что-то еще и соответственно суббота воскресенье на данный момент мне тоже это фри время наполнения то есть вписывайте блоками кима круто а ты еще получается с воскресенья планируешь неделю вперед воскресенье вечером я планирую неделю ну на самом деле большую часть процентов у меня планирует помощник неделю и в понедельник воскресенье мы это согласовываем вот чего еще я чему не учусь у лена это просто и выше этого даже не хочется не это делегирует планирует помощник у меня получается тоже я действую примерно по тому же принципу да ты сначала настройка потом фокус потом отдых до расслабление значит я примерно у меня нету четкого недельного графика я примерно действует так три дня поработал и один день полностью отдых то есть меня неделя ну так получается делится на две части как я выстраиваю рабочий день с утра всегда настройка ну то есть по крайней мере нужно физически разогнаться мне да то есть есть люди которым как бы это необязательно вот но мне это обязательно да мне нужно либо прогуляться либо побегать если я этого не сделаю я такой на расслабоне такой а чего ну чего там нужно сделать вот потом у меня жесткий фокус на рабочие задачи да то есть я делаю так чтобы в течение дня была фокусная задача всегда то есть с рутина не 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 эффективно начинать то есть когда с рутина начинаю у меня не очень фокусная задача выходит поэтому сначала фокусная задача потом рутинные дальше чего я стараюсь работать интервалами не всегда получается но когда получается я чувствую себя достаточно сильным и бодрым в течение рабочего дня интервалы полчаса интервалы но засекаешь полчаса на таймере и фокусишься на только на рабочих задач ну то есть на одной рабочих задач потом делаешь перерыв минут на 5-7 ну то есть я обычно там выхожу там чаю себе налить или иногда пойду прогуляюсь с третьего этажа спустился прогулялся вот там не знаю можно там отжаться можно по подтягиваться тренажерчик стоит ну вот и дальше опять полчаса вот таким образом можно задачу решить там за где-то 4-5 интервалов то есть но это надо планировать так задачу чтобы она решалась где-то часа за 2-3 вот если это фокус а что-то делаешь между интервелами между интервалами между интервалами да ну как я и сказал я переключаюсь то есть я выхожу из кабинета кабинет кстати это отдельная тема потом надо затронуть выхожу из кабинета наливаю чай либо там прогуливаюсь либо тренажерчик либо не знаю приседаю джимаюсь такое отлично да и интервалами и важный момент что частая проблема сложно фокусироваться работаете ночами переключаете звонки клиентов а или еще что то в момент когда я выполнение фокусной задачи никто не умрет если бы два часа три часа будет вне зоны доступа то есть никто из заказчиков ничего не случится с семьей то есть вы предупреждаете всех я в это время занимаюсь какими-то задачами просто сидите занимайтесь спокойно то есть частая история что вас во время фокусного времени будут отвлекать это и есть дисциплина то есть дисциплина не в том чтобы работать с утра и до обеда или там лопать копать отсюда и до обеда а вопрос в том чтобы создать для себя комфортные условия в которых бы вам было круто там еще вопрос такой я ночами работаю что со мной не так ну с вами вообще все в порядке в принципе вот здесь нужно посмотреть просто почему вам нравится ночью работе как вы хотите на самом деле ну и может быть если вы работаете ночью и от этого наполняетесь да и ну это круто можно продолжать если наоборот работа ночью она как бы истощает тогда можно это менять вот у меня гипотеза есть ну то есть я же раньше тоже как бы засиживался до двух до трех ночи потому что никто не отвлекает вот то есть все уже давно спят там ты сидишься спокойно да и у тебя там темное время суток лампочек горит и ты делаешь то что хочешь вот но когда я например работать начиная ночью да я не знаю давно конечно это не делал у меня сильно хуже эффективность вот то есть как решить эту задачу нужно просто себе создать пространство отдельно где никто не отвлекает например там не знаю оградить себе какой-нибудь сделать дома кабинетик либо там снять каворкинг либо снять какую-нибудь там комнатку лично вашу да чтобы там вообще людей не было вот то есть это вопрос получается наладить фокус налаживание фокуса так так это может быть кафе про ночи так скажу что часто история с которой ко мне приходится специалисты творческих профессий а почему потому что ночью нет помех типа семьи в работе я имею ввиду никто не позовет не попросит и вы как раз очень легко фокус фокусные задачи выполняете никто не звонит в это время ночью поэтому это прекрасное время для того чтобы выстраивать свой свою профессиональную деятельность свою работу это именно заниматься фокусными задачами в одно время попробуйте может быть вам понравится давай тогда под итог по этому вопросу я сделаю значит вот у вас день световой да и получается там может быть сколько четыре блока первый блок это проснуться настроиться и очень круто в него вставлять в этот блок обучающие какие-то активности может курс какой-то проходить или книжки читать вот но обязательно там должна быть физуха там может быть медитация для того чтобы просто как бы ну настроиться очистить мозг короче говоря вот вы например встаете с утра зубы чистите да и то же самое можно с мыслями делать чтобы у вас не знаю ну у некоторых может возникать там волнение какой-нибудь или привожность в течение дня если такое есть тогда очень сильно помогает медитации еще технику утренние страницы называется когда вы берете лист бумаги и выписываете все вообще мысли о чем вы думаете прямо с утра это как бы такая как зубы чистите только чистите мозги это работает потом после получается завтрака первый рабочий блок это фокусный второй рабочий блок рутинный рабочие блоки ну каждый из них он может быть часа по два по три в зависимости от того как вы будете успевать и получается четвертый дневной блок это отдых ну то есть это там не знаю семья отношения друзья прогулки ужины и релакс да то есть мы замедляемся основной самый высокий энергетический это типа что-то между первым и вторым вот так а у меня например по-другому у меня например ранние утренние часы это самая высокая концентрация где-то в среднем до двенадцати я работаю утром это обучение после завтрака это какие-то консультации может быть рутина и вечером то есть вечером часов пять до семи где-то с четырех до семи у меня может быть еще пара консультаций каких-то встреч задач а дневное время я например отдыхаю гуляю осень парк листики цветочки желтеющие листва шуршащие под ногами дождик облака это же все же это как раз та же самая самодисциплина вдохновения да такая тема а и кстати знаешь как я начал делать недавно да вот вчера так настраивался я взял первую половину дня вот тупо часов до трех выделил на погулять и покататься на велике я поехал с поселка своего в академгородок это где-то ну десять километров в одну сторону через всякий там лес там пруды и дачи ну короче красиво очень вот и потом когда я приехал домой я такой прям у меня было желание приступить как раз к работе и я сделал планируемые задачи на два дня я сделал за один день вот то есть у меня вообще все так сложилось ух ты вот это круто ну то есть получилось так что я вначале наполнился классно а потом я прям сильно сфокусировался да то есть я зафиналил все рабочие задачи где-то наверное часов в восемь ну причем там типа с плюшевыми там и так далее да мне нравится так мне нравится ну то есть я могу например три дня в неделю тупо отдыхать но ipad ну основную основную работу там за неделю сделать за пару дней вот так и еще 2 я понял и И, да, дисциплина, смотрите, резюме, планирование недели не только с точки зрения бизнес-задач или каких-то трудовых будней, поездок куда-то, а в первую очередь с отдыха, для того, чтобы научиться вписывать в график отдых, но учитесь планировать, начиная с отдыха. Тогда вы будете успевать и отдыхать, и заниматься, и трудиться, и всем остальным. Планирование в конце недели, это воскресенье, может быть, пятница, понедельник, найдите свое удобное время. Второе, фокусные задачи, выключение телефона, выключение внешних источников, связи, раздражителей, договоренные с домашними, что вы сейчас работаете, уединенность. Для этого вы будете чувствовать сосредоточенность и фокусировку. Наверняка у Димы есть всякие, ну, как бы есть такая программа, помидоро, по-моему, называется, фокусировка на 25 минут. Вот, соответственно, следующий момент, то есть дисциплина должна быть в планировании, в фокусных задачах, чтобы вам никто не мешал, в накоплении ресурса, чтобы у вас было вдохновение. То есть вы отвечаете за ваше вдохновение, которое у вас, собственно, может быть для трудовой деятельности. И еще получается у каждого способ, способ свой. То есть способы сильно отличаются по людям. Принцип один, но способы наполнения разные. Поэтому тестируйте разные, да. Пока, как бы, вот если вы что-то узнали, обязательно протестируйте. То есть, ну, как бы, не относитесь скептически, если какая-то инфа новая для вас. Попробуйте и дальше посмотрите, да, это для вас, это вас наполнило или наоборот. Если нет, тогда пробуйте следующий способ. И так далее. Вон он, Амиран пишет, Амиран, привет. Всегда хочу отдыхать. Вот, смотри, если всегда хочется отдыхать, это значит, что есть потребность такая. Ну, то есть, ты еще не наполнился, не наотдыхался. Это не значит, что тебе нужно срочно там заморачиваться насчет отдыха или отпуска на две недели. Вот, это значит, что нужно потихонечку выстраивать процесс того, как ты наполняешься. Самое простое, это прогулки по полчаса с утра. Я помню просто, когда я начал с Леной работать, я такой, к Лене пришел, и говорю, Лена, ни хрена не хочу. Вот, вообще, вот, полная, короче, апатия у меня какая-то. Что делать? Лена такая, ну, начни гулять. Вот, каждый день, по полчаса, потом через недельку поговорим. Через неделю прихожу, Лена, что делать? Уже что-то начинает хотеться. Вот, примерно так. Не все люди умеют отдыхать, нас этому не учил никто, понимаете? Нас учили работать больше. И тут Анна, Анна пишет вопрос, если у меня, привет, а если у меня сопротивление стилю достигаторства, я могу достичь успеха не только высокими цифрами результатов, была и на интенсиве ВДА, и у Лены. У меня тоже сопротивление стилю достигаторства. И у меня, кстати, тоже. Прямо конкретно. Поделюсь. Когда ты объедаешься достижением целей, ну, то есть, объедаешься работой, тебя начинает от нее так, блядь, это нормальный физиологический процесс, и вот это и есть сопротивление. Это значит, что просто ты организму даешь сейчас не то, что он хочет. Может, он хочет поспать, блядь, или погулять. А ты такой, давай, достигаем цели. И вообще, достижение цели, как бы, процесс, если он строится ради самой цели, он вообще бессмысленный, потому что сам факт достижения, это, типа, точка на линии. Да, то есть, 0% как бы занимает времени она, да, то есть, что значит достигнуть, да, типа, хочу iPhone, купил себе iPhone, купил, 5 секунд порадовался, короче, потом такой, надо ставить новую цель. Вот, и получается, все, что ты сделал, обесценил, и дальше ты, как бы, не живешь до, ты не живешь до следующей цели. То есть, ты, короче, как-то там делаешь, ползешь там и так далее. И поэтому люди не могут в таком образе жизни существовать долго. То есть, вначале работает, потом хуже-хуже, и дальше человек приходит к тому, что, а можно же кайфовать от процесса, ну, это вообще прикольнее. Ну, то есть, как-то это ресурснее. Абсолютно согласна с Димой. Абсолютно по этому вопросу согласна с Димой. Да, потому что я считаю, что успех состоит из нескольких компонентов. И первый компонент этого успеха – того, чтобы вы себя чувствовали счастливым, чтобы вы хотели чего-то. Хотели новый дизайн создать, хотели пойти учиться, хотели любить, хотели отдавать, хотели баловаться с вашими детьми, с вашей семьей. Хотели заниматься там спортом, мечтать. То есть, вот жизнь, мне кажется, наполнена тогда, когда у вас есть хотелки искренние. Не купить машину, да, купить там квартиру. Мне кажется, это такие, знаете, как купить хлеб. Вот для меня купить квартиру – это равно купить хлеб. Нормальная, базовая, фундаментальная потребность безопасности. А вот мечтать, творить, создавать, создать – это ощущение наполненности. То есть, сопротивление стилю достигаторства по тому, что в этот момент вы теряете себя. Теряете свое кайфовое состояние, свой драйв, свое ощущение влюбленности. Те, кто смотрит за моими сторисами, практически каждое утро видят у меня восход или темное небо, когда я просыпаюсь. Да потому что я просыпаюсь и говорю «Доброе утро, мир!» Какой прекрасный сегодня день! Как здорово сегодня мне будет жить! Как интересно! Я, как маленький ребенок, смотрю на этот мир с восхищением и драйвом. И вот, ребята, успех – это квартира, машина, перелеты бизнес-классом, кольца, украшения, Prada, Chanel и все остальное. И детский взгляд на жизнь, когда вы понимаете, господи, как я люблю эту жизнь, как вот этот чудесный кубок, который мне подарил Дима, сделанный по его заказу, хендмейт. Как я люблю эту жизнь, и я чувствую, как я касаюсь этого кубка, и как, из чего он состоит. Понимаете, когда я чувствую эту жизнь. И, пожалуй, вот когда вы смотрите на свою работу, вы кайфуете от нее, но не так «классный заказ», а вот «классный заказ». Дима? Да, приходит заказчик, ну что, какой бюджет? 300 тысяч, такой, бля, опять, большой проект. Или, ох ты, классный, интересный проект, да. По поводу достигаторства еще, есть клишированные определенные социальные цели. Это, ну, типа у каждого нормального человека должен быть свой автомобиль, там, своя квартира, потом свой дом, потом дом за рубежом, потом еще что-нибудь такое. Вот, это круто, да. Ну, круто только тогда, когда вы понимаете, что вы хотите. Ну, например, машина разная бывает. Да, там, если вы хотели давно, не знаю, там, хочется кабриолет, ну, пупец как хочется кабриолет, да. Вот, а вы такие, ну, типа, там, чуваки в моем возрасте покупают черные седаны обычно, да, там, и тонируют их в какой-нибудь Camry или, там, Mercedes E-класс. Вот, а тебе хочется кабриолет, блядь, желтый. Ну, что ты с этим будешь делать, да? Вот, и здесь лучше идти в сторону, как хочется. И начиная с самых простых вещей, там, какой хочется, я не знаю, там, офисный стул, какой хочется завтрак, да, каждое утро, как это хочется. И получается, что здесь нужно, да, себя спрашивать, как я хочу сейчас, что я хочу сейчас. Как-то лучше слушать себя, и здесь какое-то большее внимание начинается по себе, что ли, да, понимая, что ты себя начинаешь больше любить. А потом у вас это перейдет в бизнес-сферу, в сферу работы, когда вы четко будете понимать, с этим заказчиком я хочу работать, мне на уровне переписки, коммуникации, общения, взаимодействия с ним кайфово, или я с этим заказчиком не хочу работать. И вы честно понимаете, что вы с ним не хотите, вы имеете право, у вас есть все возможности сказать, да или нет. И это тоже самодисциплина, не загрязняет свое пространство окружающими людьми. Ида Манса. Да, Айди Манса пишет, вот с прогулкой и вело сложно начать, очень разгружает. Вот не поняла вопроса, с прогулкой и вело сложно начать, наверное, легко начать. Ну, это комментарий, да, если у вас есть вопрос, прям вот пишите с этим, вопросить нам знак, чтобы мы понимали, что вы спрашиваете. Вот, ну, спасибо большое за комментарий, и мне очень приятно, что вы делитесь в вашем мысленном процессе. Так, мы поговорили про дисциплину, мы поговорили про ресурс, да, и я надеюсь, что у вас связались эти понятия, да, то есть нужно быть дисциплинированным в плане внимания к себе, наполнения себя. Давайте поговорим про деньги, но тут хороший вопрос такой, с которого можно прям начать тему. Все ли могут быть богатыми? И есть ли те, кому это недоступно? Классный вопрос. Давайте начнем, что такое слово богатство. Богатство Богом данное. И я хочу сказать, что мне страшно вносить эту тему в наш прямой эфир с дизайнерами «Незнакомая среда», но я хочу сказать, что без внутреннего счастья и удовлетворенности, без ощущения полноты жизни, приходят ко мне часто клиенты, которых есть миллион, два, три, но ощущение удовлетворенности и 40 миллионов есть, и 80 миллионов. Это, я говорю, чистая прибыль ежемесячная, которую человек застает на себя. Но при этом нет счастья, нет состояния счастья и легкости. Поэтому я все-таки считаю, что богатство – это для меня. Давайте вот для меня. Это, в первую очередь, любимые, близкие люди, мои друзья, моя семья, которые меня поддерживают и всегда являются для меня поддержкой и опорой. Но опорой честной. То есть мои друзья, моя семья – это те люди, которые всегда на моей стороне. То есть я в любой момент уныния могу набрать, если они скажут, «Лен, у тебя все получится, все будет хорошо, и вообще ты, короче, самая крутая, у тебя красивые глаза, и давай делай». И это, знаете, это вот у меня последние несколько лет только есть это состояние от друзей. Я вам честно скажу, это такой, ну, божий дар, такой дар, когда есть вот за спиной у меня есть очень много. Я считаю себя от этого богатой. Владелицей пары квартир, четырех бизнесов, занимаюсь инвестициями. При этом это сочетается и то, и то, и то. Богатство для меня, опять же, это время. Время, которое у меня есть для моей семьи, для самой себя. Это время поиграть с сыном. Это время полчаса его обнимать в кровати, пока он спит, и целовать его, говоря ему приятные слова. А это пойти на свидание и сидеть, молчать вдвоем в обнимку, просто молчать, потому что от этого хорошо. И вот это для меня богатство. Поэтому отвечая на вопрос, скорее всего, который подразумевался, все ли могут быть богатыми, определитесь, что вам на самом деле ценно и что нужно. Если это только деньги, да, все могут быть богатыми. Если это деньги и что-то еще, тоже отвечу на вопрос. Все могут быть богатыми, если, точнее не так, когда это ваша искренняя цель? Вот ваша честная цель, вот ваша, ваша прямо. Дима? Ты прям так глубоко вопрос раскрыла, потому что в формате этого вопроса я думал исключительно про деньги. Вот, ты взяла крупнее, как бы про вопрос изобилия, бланя, да? Я про деньги могу рассказать. Значит, здесь важно понимать, что счастье и деньги – это вещи, независимые друг от друга. То есть они одинаково существуют и отдельно друг от друга. То есть можно быть счастливым с деньгами – это лучший вариант. Можно быть счастливым без денег – это не очень хороший вариант. Можно быть… Нельзя, нельзя, нельзя быть счастливым без денег. Но нельзя, когда ты не можешь сокровить своего ребенка, как в этот момент могу быть… Это моя дочка зрения, простите. Это моя дочка зрения. Ну, мне кажется, нельзя быть счастливым… Я не знаю, я не знаю, как это, типа быть счастливым без денег. Ну, может быть, это… Ну, можно быть монахом, например. Ну, это, конечно, теория для меня. Я не знаю как это. Вот. Можно быть с деньгами, но несчастным. Можно быть без денег и несчастливым. Вот. Я за то, чтобы было и то, и другое. И счастье, и деньги одновременно. И чтобы еще и деньги счастью приносили. И счастье, и деньги чтобы приносило, да? И чтобы способ добычи денег приносил счастье. Да. Вот с этим я… Вот там был вопрос. Как проходят вселенные консультации? Как выйти на счастье и способ денег сочетать это все? Короче, проблемы в мышлении возникают, когда начинаешь связывать. Ну, что, начинаешь эти два понятия сопоставлять как взаимозависимые. То есть, например, если у меня будут деньги, я буду счастлив. Ну, ни хрена не так. Или если, не знаю. А, или наоборот, да? Счастье невозможно быть счастливым, если у тебя есть деньги. Вот так люди тоже думают иногда. Если у вас есть тоже такое убеждение, что с деньгами счастье невозможно, или с деньгами как-то сложно, да, тоже напишите. Это просто привычка мышления. И она к деньгам не ведет. Точнее, она даже… Слышно меня? Вот. Да, да. И иногда связывают понятие «любовь» и «деньги» то же самое. Да, то есть вы, наверное, слышали, когда говорят… «Деньги» не главное, а главное – это «любовь». Да, то есть, получается, человек эти два понятия связал и поставил на два конца одной и той же палки. Да, то есть, это как бы… Он засунул свое мышление в мышление альтернативы. Да, то есть, когда невозможно и то, и другое. А возможно, либо то, либо другое. Вот. И здесь, если у вас есть такие мысли, да, то есть, что важнее, что важнее, да, счастье или деньги, любовь или деньги – это значит, что вы сопоставляете, противопоставляете, точнее, эти два понятия. И я рекомендую вам подумать насчет того, при каких условиях возможно и то, и другое. И деньги, и счастье, и любовь, да, и вдохновение, и постоянно быть в ресурсе, да, наполненном. Потому что, может быть, у кого-то деньги связаны с тем, что, ну, например, много денег зарабатывать – это значит, что нужно впахивать до хрена, да. А впахивать до хрена – это чувствовать хроническую усталость, да, постоянно. Вот. Но это тоже не так. И я хочу до вас донести такую штуку, что, первое, возможен любой вариант, в принципе, да. То есть, все возможно в этой жизни. Возможно и зарабатывать, и быть счастливым, и любить, и чтобы тебя любили, и быть самореализованным. То есть, делать дело, которое тебе реально хочется делать, от которого ты получаешь, как бы, такую отдачу, и людям это полезно. Вот. Просто допустите, что, возможно, и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое одновременно, да, и работать два часа в день, и зарабатывать, там, миллион рублей в месяц. И второе, вторая часть, да, этого процесса – спросите себя, при каких условиях это возможно. И начинайте спрашивать с малого. Вообще спрашивать, при каких условиях это возможно, это, в принципе, привычка мышления, очень хорошая. Обычно человек мыслит в формате, почему это у меня не получается. Дело в том, что любой вопрос, который вы спрашиваете у себя, да, и почему, или за что мне это, и так далее, или там, при каких условиях, он, неважно какой он, ваш мозг, он начинает искать на него решения. В любом случае он найдет, потому что физиологически так мы устроены. И это для вас должно означать, что можно задавать себе вопросы, которые ведут вас к целям, да, то есть начать задавать себе вопросы, которые ведут вас к целям. Например, там, как это я могу сделать? Как я могу зарабатывать, там, не знаю, 5 миллионов рублей в месяц? Как я могу, не знаю, там, работать 2 часа в день и зарабатывать в 2 раза больше? При каких условиях у вас можно быть счастливым и богатым одновременно, да? При каких условиях можно, например, не зависеть от работодателя? Это все классные продуктивные вопросы. А вопросы типа, почему у меня не получается, показывают тебе причины, почему он тебя не получается. За что мне это? Или почему я такой несчастный? Показывают тебе, за что тебе это. Вот. Или почему ты такой несчастный? Вот. Это не очень эффективные вопросы в плане мышления. То есть они вас ведут от вашей цели. Так. Ну вот это я завернул. Кому понравилось поставить лайк? Так. Что там у нас было по вопросам? А все ли могут быть богатыми? Я считаю, что да. То есть если ты этого хочешь реально, тогда ты можешь это получить. Вопрос в том, зачем и зачем этого хотеть. То есть не нужно ни себя ответить на этот вопрос. Так. Окей. Задавайте вопросы, если вам интересно узнать наш опыт. Так. Виталий Воробьев, когда я увидел вопрос. Если ты вздохновляешься от сбора грибов, они растут далеко, денег нет, чтобы за ними съездить, то без них никак не получается же. А, вот еще. Это целую серию вопросов открывает. Вроде вопрос простой, да. То есть если есть что-то, от чего ты вдохновляешься, но это сделать тебе в данный момент сложно или невозможно. Тогда что делать? Да, если я правильно понял. Значит, делать демо-версию. Пойти купить грибов. Вот. Или пойти, если денег нет, пойти просто прогуляться по лесу. Без поиска грибов. Если это тебя вдохновляет, наполняет. И вообще, нужно иметь перед собой список вещей, которые тебя вдохновляют и наполняют бесплатно. Например, прогуляться по, не знаю, по осеннему тротуару, прогуляться по лесу, если есть возможность, покататься на велосипеде, покататься на катамаране. Про бесплатные идет речь. Ну, условно бесплатные. 400 будет сейчас. Пообщаться с другом. Порисовать. Написать стихи. Ну и так далее. И, значит, я каждому рекомендую сегодня, то есть сразу после эфира, сесть и написать два коротеньких списочка. Можно по 15 пунктов, можно по 30. Первый список, это что вас вдохновляет и наполняет, то есть что бы вы хотели сделать бесплатно, и это для вас бесплатно. Это первый список. И что бы вы хотели сделать, но это требует денег. Ну и просто напишите, сколько это требует денег и сколько это по времени. И выберите из этого списка желания, которые минимальны по деньгам, максимальны по... Ну, минимальны по деньгам, да, и максимальны по ресурсу. И у вас будет тогда сразу арсенал на случай того, если вы захотите наполниться или отдохнуть. То есть вы берете эти списочки, выбираете какой-нибудь один пункт и вперед делаете. Хочу прокомментировать вопрос Виталия. У меня еще есть вопросы. Если у тебя там вопросы кончились, скажи, я буду тут у меня свои писать. Да, у меня тут еще их много. А, ну все. По поводу Виталия Воробьева. Нет денег ехать за грибами, то без них никак не получается. А при чем здесь счастье и грибы? Вот это, знаешь, это я хочу, как это, песня была Умутурман, и вот без нее я вот умру. Вот это позиция вообще не счастливого человека, не успешного человека, а человека, который очень сильно страдает, страдает в принципе по жизни, связывая свое счастье. Вот я буду зарабатывать, когда пандемия пройдет, или я там, не знаю, женюсь, когда куплю квартиру, или там еще что-то. То есть вы живете мыслью, если у меня будет вот это, у меня будет, я буду счастливой. Вы перекладываете ответственность на внешние обстоятельства, то, что происходит с вами внутри. Позиция жертвы, позиция деструктивная очень. И предлагаю разъединить грибы и счастье и подумать, а как я сейчас могу себя сделать счастливым. То есть как я сейчас могу себя сделать счастливым, как я сейчас... А здесь мы грибы берем в кавычках и берем, я буду счастлив, если я буду здоров, я буду счастлив, если я буду с этой женщиной, буду счастлив, если буду зарабатывать 15 миллионов рублей в месяц. мы какой-то внешний субъект или объект мы наделяем силой, что она может нам дать счастье. Наша счастье принадлежит нам. Даже когда мы любим человека, который с нами. Вот Дима прекрасный семьянин, они уже больше 10 лет вместе. Да, да, да? По цифрам неожиданности. Думал, ты сказал, что у него уже больше 10 детей. Больше 10 лет вместе. 9 лет 10 скоро. Вот. И прекрасный семьянин и любовь в отношениях, в паре, она зависит от внутреннего желания и действия партнера, а не от партнера, который какой-то должен быть. То есть это все внутри нас. Поэтому возвращаем ответственность на себя и говорим, я могу. А мы, Дима, вас поддержим! Да. И это тоже очень глубокая мысль, которую привела Лена. Вообще, Лена, я прям сильно наслаждаюсь, когда ты начинаешь раскрывать вот эти вот вопросы там очень глубоко и вот прям в точку. Вот когда я прихожу к Лене с каким-либо вопросом, с которым я не понимаю, я как справиться. И Лена такая, ну что, давай копнем. Я такой, ну окей. И прям вот находит там как-то прям зацепку, раскручиваем ее и совершенно меняется состояние. Это, конечно, круто. Я еще что-то хотел сказать по этому поводу забыл. А, вот. Способы, как переключить свое эмоциональное состояние в моменте. Ну то есть там прям сейчас или там в течение 5-10 минут. Первое. Побыть в тишине. Ну это как бы медитация. Ты засекаешь 5 минут и сидишь просто ничего не делаешь. Вот. Ты в тишине. Может случиться такое, что, ну, лишнее начнет отваливаться, отходить и эмоциональное состояние начнет выравниваться. Не для всех это сработает, но можно сработать, можно попробовать. И второе, мне кажется, более эффективное. Это практика благодарности. То есть берешь лист бумаги и пишешь «Я благодарю себя за...» Если себя пока сложно благодарить за что-то, я благодарю жизнь за... У меня эта штука, вот я заметил, она уже в привычку вошла. Каким образом? Я ложусь спать. Да, то есть у меня уже голова на подушке. Я начинаю благодарить жизнь за то, какой сегодня день был. Ну то есть там «Я благодарю, вот сегодня буду благодарить за то, что мы с Леной провели такой классный эфир». Вот. «Я благодарю жизнь за то, что ко мне приходят деньги, да, практически каждый день, что у меня есть там квартира. И когда, например, ну у меня еще были случаи таких сложных состояний, да, эмоциональных, вот, когда я слишком на то хрена работал, я переключал себя через благодарность тому, что я просто живой. Ну то есть, что у меня есть руки, у меня есть ноги, я соображаю хорошо, я здоров. Потому что у некоторых людей может быть и нет ног. Например, они не могут ходить, вот, они не могут, там, не знаю, носить сумки, да, там, вот у меня, короче, когда у меня случился этот инсайт, да, по поводу того, что у меня есть руки, ноги, блин, ну как я сейчас офигенно за это проглагодарен, это когда я тащил кучу сумок из машины на третий этаж без лифта. И я такой взял эти сумки, такой, ну, блин, ну что это за херня, типа, они такие тяжелые, должны их таскать, что ли, каждый день, блин, из магазина, такой, начал, как бабка старая ворчать, а потом такой, так, стопэ, у них, так, рук нету, а как бы у тебя есть руки, а ты в этих руках держишь пакеты с охрененными продуктами из классного магазина, и ты еще жаловишься. Кому знакома, чтобы вы ворчали, как бабка. О, мне опять, что ты делаешь, поставьте, плюсики, кому это знакомо, так, что, я тоже это знакома, мне тоже, мы все, кому знакомо, что ваш друг ворчал, как бабка. Кто видел, как ваш друг ворчал, как бабка, или подруга. Да, 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 и говорит, дождик, дождик на улице, дождик, все, все плохо, или, что там, кто там, кто там еще, может быть, какие еще варианты. О, денег нет, денег нет, денег нет, или там, все плохо, коронавирус в стране. Вот. Ты выходишь такой, из Роллс-Ройса, да, а там, блядь, подножки нет. Я такой, ну все. Ладно, из Ролл-Ройса, из какого-нибудь суперджипа высокого, который, у меня просто есть клиенты на черных высоких джипах. я на таких шпильках, значит, выбираюсь это, выбираюсь из машины, в юбке, карандаше, думаю, этот мужчина, задал мне вопрос, клиент, задал мне вопрос, Лен, Лен, я тебе всегда открываю дверь и помогаю тебе выйти и зайти, жене никогда. да, я говорю, я без тебя не выберусь. Про шпильки и про благодарность, понимаете, то есть я понимаю, что я из этого черного джипа просто не выберусь. Ну вот как бы не вспомню, какая модель. Можно благодарить просто за то, что есть. Вот просто за то, что вы этот опыт получаете жизненный в этом моменте. Это прям самое офигенное. Поехали тогда по вопросам, которые касаются денег дальше. Вопрос. Ваши привычки касаемо денег. Допустим, так, сейчас у нас три минуты есть еще до следующего эфира. Сейчас закончится. Озвучу вопрос. Допустим, я всегда оставляю чаевые или я 10% откладываю. Какие полезные привычки для денег у вас есть? Летит мимо самолет. Я хлопаю по себе и говорю деньгам, деньгам, деньгам. Можно потереть руки. Ну, то есть как бы какое-то, знаете, типа, едешь под поездом, да, под поездом, поезд над тобой идет, кошелек на голову, положите, сказать, к деньгам, к деньгам. Ну, то есть я правда это делаю и я правда считаю это забавным, то есть относитесь к этому проще, интереснее, легко. Оставляя чаевые, я всегда говорю к увеличению денег. Вы представляете, если я хожу без налички в моих любимых ресторанах, у меня в телефонную книжку забиты номера карт официантов, которые меня обычно обслуживают. Я выходя, если у меня нет налички, чтобы не спрашивать, а на какой номер вам перевести чаевые, скажите, пожалуйста, у меня уже просто они забиты в телефонную книжку, я перевожу им сразу же чаевые, не выходя из ресторана, чтобы их не спрашивать, просто чтобы оставлять. Я говорю, к увеличению денег и у меня, и у официанта, пусть будет их больше. Какие еще привычки? Обязательно ввести доходы-расходы, планировать доходы-расходы. Например, у вас зарплата 60 тысяч рублей, и вы такие, пойду куплю айфон, и буду платить 20 ежемесячно за айфон. Вот такие вещи, их надо как бы планировать и как бы прогнозировать ваши расходы. Если понимаете, что там, не знаю, смена резины осенью к зиме, то эти деньги их откладывать там по тысяче рублей, по пять тысяч рублей в зависимости. Кто-то тут резину, у меня сейчас клиент меняет на 400 тысяч рублей для новой машины. Это просто новая резина на 400 тысяч рублей. Тут с ним обсуждали, купил новую машину себе. Это 400, это как бы новая сумма, клуб 400. Он называет клуб 400. Какая-то каска, там вот эти все, везде 400. То есть прогнозировать, откладывать, накапливать на это. Понимаете, что Новый год, что праздники, что с первого по пятнадцатый не работаете, штамп подарки. Начните копить, например, смарт, откладывать небольшую денежку на то, чтобы у вас был конверт новогодний или счет какой-то новогодний. Первое, хлопать себя, когда летит самолет. Второе, давать чаевые, когда вы платите деньги, всегда говорить к увеличению денег. Третье, то, что необходимо делать, планировать расходы и планировать доходы. Особенно тем, у кого, те, кто знают, те поймут, особенно тем, у кого в нумерологии есть восьмерки. Те, кто знают, те поймут. Планировать расходы и доходы, планировать свой финансовый рост, потому что, если вы это не прописали, то у вас, как бы, нигде не зацеплено, пишите на бумаге. Следующее, вести учет, ну, какой-то, какой-то программы для себя, чтобы вы видели все финансы. И тут хочу уже передать слово Диме. Расскажи, пожалуйста, про пять твоих счетов. У меня сейчас больше, чем пять счетов уже. В общем, если у вас 60 тысяч рублей и вы хотите купить айфон, запомните фразу с голой жопой, но зато в шляпе с пером. Вот. Это будет для вас триггером для того, чтобы подумать об заведении нескольких счетов, чтобы откладывать деньги для будущих покупок, которые вам хочется. Значит, я для начала завел себе действительно пять счетов. Первый – это счет на благотворительность, второй – это счет финансовой независимости, то есть те деньги, которые я буду в инвестиции использовать, которые будут давать мне еще больше деньги. третий счет на обучение, четвертый счет на какие-то долгосрочные мои цели, и пятый счет на… ну, чтобы тратить прям на всякую хрень реально потратить. Вот. И шестой, получается, счет, это остаток, это на повседневные расходы. Значит, повседневные расходы 50%, а все остальные по 10%. То есть, получается, у вас зарплата, например, не знаю, два раза в месяц или один раз в месяц, либо вам заказчик оплатил, в общем, любой доход случился, вы этот доход сразу раскладываете по счетам. То есть, 10% на счет финансовой свободы, 10% на благотворительность, 10% на обучение, 10% на цели, 10% на просто прожрать или потратить в течение месяца. на развлекуху. И, получается, в этом есть несколько психологических аспектов. Во-первых, вы будете уже тратить не все 60 тысяч, например, ну, то есть, не все 100% денег, а 50 только в месяц. Дальше, вам это, скорее всего, может не понравиться и у вас будет ощущение, что, типа, блин, что-то я это, ну, что-то как-то мало денег осталось, да, все раскидал по счетам, осталось мало денег, вот у меня такое было. И дальше следующая мысль у меня была такой, как заработать в два раза больше, ну, то есть, чтобы такая же сумма была у меня на счете, в котором 50%, я начал зарабатывать больше. Дальше, счет, который сильно мотивирует, это счет на, ну, на всякую фигню, короче говоря, да, на самом деле я его трансформировал и он теперь называется у меня счет на личные цели мои. Личные, но короткие, типа, сходить на массаж, да, там, я раньше там смотрел на массажную программу, там, за 5 тысяч рублей, называется император в салоне ТРА и думал, что типа полиэйн, это же так это хрена стоит, сейчас я на него хожу каждую неделю. Или, или, например, а, ну, вот в Москву я езжу сейчас и я смотрел раньше такое открываю приложение Яндекс.Такси смотрю там, у нас новосибирский бизнес только есть, да, а в Москве есть еще Ultima, ну, там, премьер и Elite, Elite это Майбах, и я смотрю такой, блин, 2000 рублей за такси полчаса прокатиться, это же до хрена. Сейчас я езжу в Москву и езжу там только на Майбахе и когда я не могу выезвать Майбах, я заказываю либо премьер, либо бизнес. Вот, то есть прям в аэропорт прилетаешь, я прилетел в аэропорт, смотрю, Майбаха нет, он такой, ну, ё-моё, премьер заказал, хорошо, там, Mercedes S-Class приехал, но обратно я ехал на Майбахе, потому что из центра. Вообще супер, и эти расходы я как раз со счета личных целей, потому что я туда откладывал, у меня есть на это деньги и как бы я не испытываю дискомфорта от того, что мне нужно где-то срочно найти деньги на Майбах, да, например, у меня их нет. Потом всякие походы там, не знаю, в галереи или купить себе какой-нибудь ништяк для машины, там, не знаю, магнитол новый купить, поменять тоже оттуда с этого счета. Или купить себе там новые кроссовки, или купить себе какой-нибудь классный гаджет. Это тоже все оттуда. Машинку? Я машинку на радиоуправлении, да, у меня стоят три тачки сейчас в кабинете. Я уже, ну, я, видимо, перегорел уже к этой теме, но это меня очень заряжало, когда вот я только этим начал увлекаться, покупать, да, там, одна тачка в базовой комплектации стоит 35 тысяч, и еще тюнинга в ней на 50 тысяч. В общем, и это все у меня со счета личных хотелок было. Потом, что еще, велосипед там, или айфон я себе когда покупал, да, не знаю, три, четыре или года назад, вот как раз оттуда тоже, то есть я себе прям с каждого дохода откладывал какую-то сумму, откладывал, 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 как накопилось у меня, там, сколько он там стоил, 70 тысяч рублей, я купил айфон себе. И вообще, как бы, это для меня было совершенно ненабрежно. Дальше, у меня есть еще дополнительные счета, это дом и семья. Тоже туда я откладываю 10%, то есть получается, что сейчас у меня счетов дополнительных не 5, а 7, да, то есть я откладываю 70%, а на 30% по сути я живу. Дальше, получается, дом, семья, это всякие расходы по дому, там, что-нибудь сделать, докупить, там, какая-то мебель, там, что-нибудь заказать, семья, получается, там, кому одежду, там, и так далее. Потом есть счет еще, ну, жене просто так, как бы я даю деньги, там, тоже бы, 100%, потом, а, и еще, блин, я больше чем 70% откладываю сейчас. У меня есть счет на ипотеку еще, и у меня есть счет на долгосрочную цель, ну, например, я куплю, коплю на автомобиль, там, автомобиль стоит 2,5 миллиона рублей, половину уже откопил, и я туда откладываю тоже. Вот. Но ипотеку тоже, у меня есть ипотека, я понимаю, что мне нужно ее закрыть побыстрее, и вот я туда откладываю тоже ускоренным темпом, и получается, у меня от всех этих откладываний, во-первых, азарт появляется, что я вижу, когда у меня каждый счет пополняется, да, пусть на небольшую сумму, но каждый раз, когда ко мне приходят деньги, вот, и в итоге деньги стали приходить чаще, и стало приходить больше. Это не сразу случается, да, это не быстрый процесс, ну, типа, это не означает, что если вы создали счета, у вас сразу, там, на следующей неделе, там, все попрят в финансы. И этот процесс такой очень накопительный, долгий, как инвестиционный, да, у нас в горизонте, там, одного года, двух лет работает, но, если вы не начнете это делать прямо сегодня, ну, или в ближайшее время, вы просто будете терять деньги на этом. Вот так это работает. То есть лучше начать как можно раньше, но при этом знать, точнее, но при этом не строить себе каких-то ожиданий, что у вас сразу прибавится в деньгах, но наблюдать за этим где-то год, там, полгода, год, там, два года и так далее. Ну, на самом деле, за первые полгода вам уже эта штука понравится, потому что вы увидите изменения. Ну, вот, как-то так. Начинал я с пяти счетов, ну, то есть, с самой базовой схемы. Ну, пять плюс один, пять счетов. Давай мы завершим, может быть, эфир и начнем следующий. У нас там как по времени? Сейчас, правило, вопрос еще. Прочитаю, какой процент откладывать на оплату долгов, чтобы деньги не копились с голой жопой, не сидеть, и пусть приход, скажем, 50, нужно платить 30, сразу по большей части или по меньшей, 10к, и больше оставлять. Вот, с этого вопроса начнем на следующем эфире. Так, завершаю и по новой начинаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!